Приветствую всех, кто смотрит, это Акот. Это Аттила Тоталвар, легендарный уровень сложности за Западную Римскую Империю, без поражений, к божественному триумфу, без марионеток и без вклянчивания денег через дипломатию. Я напал на чудесных будин, шучу, они тут ходят по моей территории. У них есть 5 отрядов мечников с золотыми лычками, 2 отряда стрелков, таких же как у меня, очень дальнобойные ребята. И вместе с полководцем 2 отряда всего коней, тоже мне кочевники. В общем, моя задача выманить сначала их конину, конечно, но это может быть, блин, не самая простая задача, если честно, из-за стрелков. То есть, если я не хочу спровоцировать преждевременную атаку у них, то, наверное, не стоит мне подходить с черепахой к ним. Черт его знает, слушайте. Давай-ка как-нибудь построимся, попробуем. О, полкана сразу видно, интересно. Сейчас подойду поищу, где у них там кони, может быть, коней получится выманить, бить. А дальше спровоцировать их на атаку. У меня стрелков-то больше. Я, кстати, попрятал здесь своих стрелочков. Немножко дальше их надо завести. За спину, так сказать, атакующим. Спровоцировать их можно достаточно легко, потому что у них меньше стрелков. Я уже сказал-то, да? Где только их волшебный коньячник, который кроме полкана. Полкана-то я вижу, уже не вижу. Тоже надо лесами передвигаться. Опять они прячутся, суки, как же бесит, а? Лисовики хреново, тоже мне... Тоже мне степняки по лесам шарятся только так. Вот коньячник. Так. Он согрелся на меня, уходим-уходим быстренько-быстренько. Даже выпустил по мне, по-моему, парочку своих говнопилумов. Все, полкан тоже хочет? Нет. Это он так шуткует. Или хочет? Нет, шуткует. Хорошо. Да блин. Серьезно? Да, он серьезно. Все остальные что-то там спят. Нет, все уже, все. Уже не отвертишься. Этот убежал или... Олень. Пошел защищать свою конину, да? Посмотрим, там вражеские коньячники убежали или... Или... Походу, убежали. Да, я вижу... Новобранцев степных. Так, ну ладно, тогда возвращаемся к своим. Сейчас... Я думаю, не будет проблем их спровоцировать. Сейчас вот возьму... Один отрядик. Подойду, постреляю. Мне, конечно, надо было подойти к ним, но мне не хочется. Все это дело перестраивать опять. Ну вот, собственно, они и спровоцировались. Уже побежали. Очень быстро получилось. Они что, знают, где мои кони, что ли? Да. Подходите. У вас не видно нахрен дела. Они опять встали, надо же. Блин, да что ж такое. Постоянно кто-то... Оружу свою засвечивает. Повторяем. Эти у меня отключены, чтобы не палиться. Ого. Они хотят потратить патроны? Ну давай. Не ожидал. Поперестреливаться хотят, короче. Так, немножечко встану, чтобы. Ну вот, собственно, и все. Подойду. Для решающего, так сказать, удара. Да-да-да. Ужас. Ужас. Блядь. Кстати, вот это я все время забываю. Как они еще умудряются проломать их? Вот это просто вообще. Все-все. Встретимся на глобаль. Да, ничего, такие степнячки. 53 как-то он убил. Это моих коней он убил столько? Ничего себе. Нормально. Еще и убежали. Ну да, вот они как раз и убежали, сволочи. Так, я их догоню и как раз с аварией еще смогу вернуться. Аларих, кстати, да мы в курсе, что он умер уже давно. Вестготы уничтожены. Хитрости у нас тут есть. Сплоченности у нас... Ничего себе. Ладно, давай так. Что так? Со сплоченностью-то проблемы такие. Нет пленных как-то нет, только что. А, ну, наверное, я... Деньги брал там... С других... Битву. Все, сплоченность пошла вверх. А вот этот вот легион, который у меня... Покорный. Легион Августа, он здесь стоял, и даже децимация ему как-то проводил. Так, 1800 у меня осталось. Что с этими ушлепками? Я их тоже собирался атаковать. Дай-ка я попробую их дезинформировать. Провал. Провал, сука. Мне так не хочется с ними сражаться, если честно. Но, походу, придется. Здесь я собирался нанять флот и набрать наемников. А что, нету? Хм. Ну, ладно. Вот этот каракль, это, конечно, круто. Но он, по-моему, не успеет нахрен никого сжечь, если честно. Потому что они очень быстро высадятся. А, ну у меня выхода нет. У меня просто нет денег больше на что-либо еще. Поэтому берем. Берем то, что есть. Ок. Нападать на эту дрянь. Один отряд. Германский конный. Немеренное количество долбаных стрелков. Стрелков. А у меня... Нет, я могу, конечно, потратить патроны этих стрелков. Потом вся эта масса на меня ломанется. Я их закрою сзади конницей, конечно. Но все равно потери будут ого-го. И опять тут леса, да? Опять вот это вот дерьмо, то, что здесь было сейчас, беготня. Но вот эта дрянь, она до ювала достает. Вот в чем проблема. Так не хочется его атаковать, если честно. Мало того, что не хочется атаковать, еще мне какая-то хрень по порядку пошла. Я так подозреваю, что вот этот чмошник... Да. Суровый. Общественный порядок минус один все провинции. Апупиенно просто. Очень вовремя, сука. В принципе, это всегда очень вовремя. То есть у меня опять минус пошел в разных провинциях. В Сахаре два хода до восстания. И причем я до Демидита толком не достаю. Здесь, если восстание начнется... Мне же будет нахрен не вернуться вообще. То есть я вот даже на быстром марше не успеваю. А у меня здесь нету вообще ни хрена. Блять. Ну я походу вынужден возвращаться просто, че. Сделаем восстание. Подавим его и тогда уже только пойдем. Ну а че делать-то? С гарамантами пока будем еще дружить. Они, блин, восстановятся после... Сейчас очень был удачный момент, конечно, их атаковать. Они восстановятся, суки. После того, как побились с гетулами. Ну да, я с них еще денег получу каких-то за торговлю. Я же с ними торгую. Пятьсот монет. У меня везде опять порядок пошел вниз. Ну надо их бить, конечно. Потому что это очень большой риск. Я не готов на такое идти. Сейчас посмотрим, че у них еще вот здесь. Два отряда каких-то. Куча стрелков. Один отряд коней. Один. И... А, и два тоже стрелка, да? Ну окей. Ну, короче говоря... Бля, они все в лесу находятся. Вот просто все в лесу. Ну че, буду подходить, черепахи становятся. Ну а че остается делать-то? Давай тогда... Это будет вот здесь где-нибудь, потому что... Не хочу опять в лесу драться. Это раздражает ужасно. Никто не приближается, просто он... Как-то так. Прощу. Коней. И погнали. Ну, примерно так. Единственное, что вот это мне... Наверное, зря я здесь поставил. Давай-ка вот так. И вот так. Вот. Ну и после этого уже... Начинаем движение. У меня никто в черепахах не стоит? Нет. Не стоят. Надо перебежать... Сюда. Стоят прямо в упор ко мне. Никто не палится? Нет? Нет. Ну вот, они вышли. На открытое место. Можно чуть-чуть вперед выйти. Вот здесь у них стрелки. Вот так. Вот так. Вот. Конечно, дикий расстрел сейчас будет. А давай так прямо, че. Чуть-чуть попадает по нему, но не сильно. О, да, кстати. Они же дальнобойные у меня. Сейчас тоже постреляют немножко. Вот сюда вот уже встану. Можешь по этим стрелять, пожалуйста? А ты по вот этим. По стрелкам, по германским разбойникам. Ну, кстати, нормально. Они не так сильно пробивают мои черепахи. Довольно-таки неплохо. Прощники у них уже отстрелялись даже. Стреляют тоже по черепахе. Нормально такая. Прям вот как вот прям битва-битва, да? Классика. То есть две армии встретились и обмениваются выстрелами. У меня даже... Даже все лучники отстрелялись. Вообще шикарно. Давай-ка я их спрячу. Попадали по моим вот этим лучникам немножко здесь. Поэтому я, наверное... Вот так, да. Так лучше. Так он попадает и по германским разбойникам, и чуть-чуть даже по норвобранцам, по вот этим. Ай! О, вот скрылся. Тут, кстати, так как все отстрелялись в центре, можно попробовать еще пострелять. Я не знаю, почему они до сих пор не атакуют. У них как бы уже стрелков-то... Стрелки-то у них подзаканчиваются потихоньку. У меня последний залп делаю тоже. Ну, у меня, в принципе, тоже. Как бы. Но у меня еще есть. Я вывожу прачников вперед. Надеюсь, что они сейчас куда-то смогут пострелять. Да смогут. По крайней мере, по вот этим точно. Ну, отлично. Лучников отвожу. Отстрелялись, молодцы. Уходите назад. Где-то здесь у них конина бегает. Я уж не знаю, почему. Вот это прощай никуда. А, нет, все. Уходим. Уходят, стрелялись, ребятки. Тоже уходите. Здесь вот местечко, наверное, будет, в которое никто стрелять не будет. Я вот так вот поставлю прачников. Пускай они туда дальше настреливают. По этим больным-больным германским разбойникам. Ты тоже сюда на изготовочку уже становись. Пока эти стреляют все по черепахам. Ну ладно. Я не буду его направлять. Пускай он стреляет сам куда хочет. Сейчас эти убегут, а он потом сам переагрится. Вообще, мне нравятся такие перестрелочки прикольные. Не часто такая битва получается. И вот уже он пошел стрелять по германски новобранцам. Шикарно. В полевом сражении, не в каком-либо там осаде там. У них уже даже меньше пехотинцев будет сейчас для битвы, для будущей. У меня еще один отряд есть, чтобы пострелять. Кстати говоря... Можно выводить его вообще сюда, потому что у них стрелков здесь в центре не осталось абсолютно. Давай корабль, иди в лес. Я даже прям по полководцу постреляю. А чё? Как раз такая толпа стоит. Можно и новобранцев пострелять, и чуть-чуть прачников задеть. Хотя нафиг не надо, у них уже нет патронов. И даже полкана чуть-чуть покоцать. Хотя вообще я хочу этих добить еще на самом деле. Все. Теперь у меня нету вообще никаких снарядов. То есть все мои стрелки абсолютно отстрелялись. На 100% я их реализовал. Ну как, нет, конечно нет. Вообще на 100% это если бы я в спину всем стрелял. Да. И все бы стояли и умирали. Бесплатно. А так, нет, это не на 100%. Но... Тоже неплохо. Сейчас вопрос... Чуть дальше делать. То есть в атаку идти, что ли? Ну давай, короче говоря, тогда... Начинаем подходить потихоньку. Что там прачников отряд. Не хочется с ним связываться. Посмотрите, что у меня есть. как вообще выглядит очень маленькая такая моя армия по сравнению с их конечно пилом и вален по голым прачникам выкидывать не самая хорошая идея все наконец-то они пошли в атаку да или мне кажется нет они просто построились поле последняя прощая у них осталось так-то немножко еще подойдем я думаю они не выдержат и все-таки пойдут час в атаку да 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 Противник нашел нашу засаду! Как бы поздно. Давай еще сюда ударишь. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ты остаешься, ты не уходишь. Так, стоп. Че это? Бесплатно стреляют, что ли, по мне? Я уже думал, все. Ну ты, сука, как-то просочился, а? Так, полководец, давай, участвуй. Кажется, удача на нашей стороне. Да ты че. Ну и, собственно, все. Все сложены. Аккуратненько. Прочник держится, смотри, последний какой. Красавчик. Встретимся на глобале. Решительная победа. Ну, кстати, стрелки у них убили больше всех. Даже больше коней, да, некоторые стрелки убили. Нормально. Че, догоним. Получится? Палисанта. Да. Вполне. Свободен. Всю угрозу я устранил. Не знаю, собирался он на меня напасть или так просто. Но этого мы уже не узнаем. Блин, слушай, а что тут разные лучники всякие? Так, степные стрелки, степные стрелки. Почему они разные? Почему их они? Очень легкие, очень легкие. Странно. Не дотягиваюсь. Я не дотягиваюсь никуда. Все равно лучше вернуться. Поближе быть. Так. Бые запасы и пополнение, да. И бывый дух с воровскими царствами. Надо мне это? Что мне вообще следующее надо-то? Наверное, сюда. Бывый дух против кочевников. Сюда надо идти постепенно и к стражам чести. Ок. Вот. Все. Деньги все потратил. Эбдана это мне. Ага, на бате я мне войну объявил все-таки, да. Вот эти вот говнюки. Которые аугилу захватили. А, блядь, а тут восстание, короче, да. Сахара. Вопросы веры минус 15. Какого хрена? У меня же 42% латинское христианство. Очень странно. Девяточка у меня в Африке идет. Из них персонажей 5. Почему так круто? А, потому что... Нет, персонажей 6. Вдохновение населения. Хорошая осень плюс 5. Все, понял. Понял. Здесь я убил. Всех. Ну что? Конец хода надо нажимать, что я могу сказать. Ага, да. Еще всякие. Это еще жрец. Проклятие у него. Давай к догме. И здесь тоже. Поехали, смотрим. Сейчас какие-нибудь атаки будут. Эбданы. Блин. Зачем я сюда плыву? Твою мать. А, ну ладно. Окей. Случайно получилось. Окей. В общем, что касается пехоты, я ее... Ну не пехоты, а в смысле сухопутных войск. Я расставил ее вот так, потому что войск как бы ограниченное количество. И все входы, особенно вот эти вот идиотские, мне не закрыть. Поэтому я баррикаду поставил здесь, на них стрелков. Здесь поставил два отряда вот этих вот. Коней они примут. Потом я, наверное, как горту, когда сломают окончательно... А ее сломают баррикаду, я как горту сюда уведу. Вот. Но она предварительно положит пару человек у меня лучник. Этих надо беречь, кстати, потому что их запросто можно провтыкать. Их надо куда-нибудь спрятать будет. Хотя конина сейчас разбежится по всему городу, лучше их отведу. Хорошо, что они в тумане нападают, серьезно. Можно их сейчас отвезти куда-нибудь подальше и не видно будет. Вот. Что касается здесь, я немножко войска расставил. Я не уверен, на кого я хочу натравить полкана. Наверное, где-то здесь я подальше хочу держаться от застрелов, потому что они очень больные, с одной стороны. С другой стороны, мне очень надо убить именно на... О! Вот тут какой-то военачальник, кстати говоря. Почему на нем звездочка не висит? Или висит? Хм. Странно. Не знаю, почему на нем звездочка не висит. Ну, короче говоря, постараюсь его убить. Да блин. Постараюсь его убить вот наемными, легковооруженными римскими моряками. Хотя можно, наверное, вот этим. Ладно, не будем страдать. Этот, видите, север пойдет на топорников, и самых опасных буду его щелкивать. А вот этот, наверное, пока подождет. И вырубит, если вдруг вот этого не получится убить, либо уже там на каких-нибудь копейщиков натравлю. У вот этого корабля почему-то нихрена нету восполнения боеприпасов, поэтому я его на передовую поставил. А вот этот будет стоять здесь, и постоянно вот эту кнопку буду сжать, и стрелять во всех, кто здесь будет. Вот. Ну, начну с чего? Начну. Да пофиг с чего, на самом деле. Попробую. А, да, вот у него. Конечно, у меня сейчас стрелки, блин, покоцают. Не знаю, вряд ли у него получится кого-нибудь зажечь, но черт его знает. У него еще неудачно зашел. Он все равно должен. Стрелки постреливают, конечно. О, привет. Так, вот эти ребята... Кстати. Какой-то идти подальше. Ой, молодцы. Ой, молодцы. Посмотрим, как тут получается. Может быть не очень, может быть очень. Хрен его знает. Вот не надо только по полкану стрелять. Давай, короче, тогда сейчас попробую перехватить вот этих вот, ребят. Хочу подальше от стрелков находиться. Не получается, да? Ну, у этих получилось, а у этих нет. Попробую поймать кого-нибудь хотя бы. Ну, здесь, я думаю, все нормально будет. Тут уже почти боеприпасы они выстрелили. Сейчас пойдут рукопашную. Угу. Что-то закончил тут. Ну так возвращайся тогда. Все норм. Здесь не получилось. Заткнись. Не знаю, почему ты никого не убил. Фу, таким быть. Попробую сюда выстрели. Так, конинка. Возвращайся. Зараза. Развернись. Ааа, это фейл. Это такой фейл, блин. Он застрял и ничего не может сделать. Не могу его догнать. Попробуй, попробуй, развернись. Блин, эта херня мешает. Блядь, вы куда стреляете нахер? Блядь, что здесь не так, а? Блядь, что здесь не так, а? Блядь, да что за хрень то такая? С этими текстурами, блин, дебильными. Пиздец. Расстреляли нахрен просто. Засаживайся на нахрен. О, отлично, полкана сейчас чпокнем. Наши люди бегут, спасая свою шкуру. Ты че, меня видишь, что ли? Почему ты сюда бежишь? Уйди нахер. Усаживайся. Ой, не усаживайся. Это шпалка. Усаживайся. Они меня убили всех лучников, да? А, расстреляли даже. Они их расстреляли. Не то что убили, они их просто расстреляли нахрен. Иди им в спину, ударь. Стоят, короче. Так а че, полканата убили или нет? Добить-то надо, наверное, не? Пипец. Иди сюда. Как вам такая ситуация? Он типа разбит, но как бы пофиг. Противнику уничтожил целый отряд. Противнику уничтожил целый отряд. Входим на центр. Тоже сюда подплывай. Здесь пока держится. А чё вы их не убёте никак? Ну вот, может быть кстати убили. Молодцом. Сломали этих. Моряков. Ну давно пора. Так, давай-ка я сюда подведу коней. Конечно их можно слить вообще запросто просто. У них ещё столько здесь всякого говна. Всё высаживайся пора. Высаживайся пора, высаживайся пора. Люди бросают оружие и бегут. Враги разгадали нашу хитрость. Сюда. Блин, это моряки же. Сейчас нахрен накружат просто моего мужа. И всё. У них ещё есть кони, да, есть. Они за мной бегут. И очень быстро. А мои тут как в штаны наклали. Спрячься. Басы погружены. Мы снова можем стрелять. Кто по мне стреляет. О, сучара. Не дотягиваются. Наши люди сломлены, они бегут. Блядь. Ну окружают, короче. Окружают, суки. Окружают. Отходите. Уважаю тебя! Извините, на обратном уровне! Уважаю тебя! Уважаю тебя! Уважаю тебя! Сука! Уважаю тебя! Уважаю тебя! бля понятно короче одному полкану капец как тебя звать лучший марцелл прости есть или может площадь заберем квинсимах может быть выживет еще хрен его знает стой да они сразу заинтересовались тем что я площадь пытаюсь забрать моментально вышка еще стреляет до ну куда ты брит еще не видишь только куда надо бежать пошли разберемся пока держится слушай они убил да красавчик есть шанс что ты выживешь обходим через 32 если через 30 секунд если он выживет за это время то может быть выживет совсем не достреливаются же нет все начал волноваться 13 секунд опять живой мрази все догоняем встретимся на глобале первую победу мне дали как всегда у них убежали кони это это да короче такая писящая хрень вообще раз два три 4 5 отрядов я потерял один отряд ирландскую галеру ну у меня есть шанс их догнать наверное на свой ход и окончательно уничтожить на море у меня есть два флота считай наверно будут деньги чтобы нанять еще отрядик аксом блин вообще жесть какая-то что творит хорошо что гараманты на меня пока не нападают мне надо с восстанием разобраться так гуны отвалили что 20 к стоит конечно он на моей территории все-таки пошел сука да сейчас можно зажать вот этого упыря луги луги офигевают до того что случилось но батя кстати ко мне идет куда пришла паритоний гартина на салону пошел ясно это плохо я думал он все-таки нападет на тот город куда нападали сахара пофиг не буду исследовать то что мне надо так и чё здесь вот так значит да то есть он чувствует что я не могу отсюда отойти из-за того что гуны здесь тусят и здесь гуны тусят и теоретически могу наверно подойти к нему не могу какие-то реки реки озера блин он хочет до его добраться до какие суки просачиваются блин там всего ты салоне у меня чё хрень две когорты ни хрена и наемников нет не дотягивайся не дотягиваюсь и что предложите мне четырьмя отрядами обороняться тут этого говна что ли кстати говоря я ваших паханов грохнул так то если чё на секундочку вы не хотите отвалить нет они не хотят нет они не хотят отвалить а ты и ты не дотягиваешься так я могу подойти вот сюда на самом деле про атаковать из города и того у меня получится тогда раз два три 4 5 отрядов плюс шесть семь восемь девять отрядов 9 отрядов против их девятнадцати бля охренеть так на дом авиа это тоже самое тот же самый регион а в сирме и есть наемники да тут есть наемники 33 наемника то есть если я выйду вот сюда это потратится один квадратик перемещение и выйду вот сюда это потратится два и чуть-чуть то есть мне как раз хватает да да можно будет нанять наемников и атаковать этих ушлепков еще раз что у меня будет нормально у них коней вообще не будет то есть будет шанс в принципе шлепнуть полкана и застрелять их всякими стрелами ну да здесь нету больше ничего да да можно будет можно будет справиться короче все нормально ничего такого вот этот чумошник чё с ним это делать но он дуевала тоже не доходит как бы так то я могу и напасть на него вот этой армии но только вот эти наемники мне нужны для другого ладно давай-ка я пока разберусь с этими тварями которые здесь такие бессмертные блин морозят меня уже который ход куда ты денешься куда ты денешься хорошо что они на отступлении не умеют высаживаться на землю вот так мне полкового здесь не сдохнет если я нажму авторасчет не не должен пока минусы в данным отлично тут появились восставшие мятежная армия в туэсисе 83 а здесь о блять это вы охренели вообще серьезно причем они со мной не воюют так-то на секундочку эти геты но может объявить войну любой момент и он может высадиться и сразу же проатаковать в линд линд у меня не защищен а также он может высадиться сразу к молодым чпонька и тут еще мятежники и тут восстание если армию беру вот такие вот шикарные вещи происходят ладненько сколько там время а все со временем поэтому всем спасибо кто смотрел продолжим в следующий раз это был код атила тоталуар легендарный уровень сложности за западную римскую империю без поражений к божественному триумфу и без марионеток и выклянчивание денег через дипломатию всем пока подписка все дела